Знаешь, что ты поедешь, точнее пойдешь на 1 сентября не из дома в школу, а из центра солнышко. То есть мы у тебя родители заберем. Теперь все это можно забыть, как страшный сон. Семью Мартын еще недавно хотели лишить родительских прав. Семья проживала в аварийном доме. Супруги получили компенсацию, примерно 3 миллиона рублей. Но так как купить квартиру в современных реалиях Барнаула на эти деньги невозможно, семья не покидала свой дом. Именно это стало для опеки поводом для лишения прав, ведь 10-летний ребенок проживает в небезопасных условиях. У нас не совершеннолетний ребенок. Нам должны были изначально дать жилье, а не компенсацию. И не было бы этих, ни судов, ничего. Акцент ставили на том, что да, у меня проблемы со здоровьем, и поэтому я плохой родитель. Я говорю, так у нас все страны, а тогда плохие родители, раз у всех со здоровьем плохо. Суд встал на сторону родителей. Однако осенью все же пришлось принудительно покинуть старый дом. Теперь семья вынуждена снимать квартиру за 25 тысяч в месяц. А на ту компенсацию так ничего и не могут купить. Похожая ситуация у соседки по несчастью. Наталья Чемоданова жила недалеко от Елены Мартын. Ее дом тоже был признан аварийным. И по той же причине, что и семья Мартын, Наталья оставалась в квартире до конца. Осенью в ее дверь также настойчиво постучали. 8 ноября Наталью и ее супруга выселили. Перспектива на ближайшее время – жилье маневренного фонда. Это очень маленькая клетушечка, тараканы, алкаши. Нет условий, какие у меня были даже в моем аварийном доме. Там не душ, просто поддон для того, чтобы принять, ополоснуться. Тут же поддон, тут же унитаз и входная дверь. Елена и Наталья не опускают руки. Они продолжают обращаться к властям, ведут социальные сети. Да и что еще остается людям, которые потеряли свой дом? К этой истории мы еще обязательно вернемся. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.